Доброе утро! У нас суббота, и мы едем в китайский обжираться. Мы с мужем любим по утрам ехать в субботу в китайский, потому что мы считаем, что по утрам можно обжираться. Это не так страшно, как вечером или в середине дня. Поэтому голодненькие с самого утра встали, оделись и едем. Погода ужасная, дождик. Но дом перестал, самое главное, дождь не капает, и солнце высвечивает, так что... Короче, мы сейчас только что ехали, и перед нами случилась авария. Чувак просто начал менять линию, хотя там ехала машина, он просто в нее въехал. И это прям все перед нашими глазами. И если муж лез бы в жопу другим машинам, мы бы не успели тормознуть, и мы также въехали бы, потому что это на нашей линии все происходило. Но так как муж у меня хорошо едет и оставляет хорошую дистанцию над машинами, перед машинами, мы просто тормознули и поменяли линию, поехали дальше. А вот этот чувак просто въехал в другого чувака. А потом я всегда говорю мужу, как вообще здесь аварии происходят, потому что здесь прямые дороги, значки, все понятно. Потому что есть такие люди, как этот чувак, который просто меняет линию и не смотрит. Видимо, эта линия была, как называется, в черном углу? Как называется вот это выражение, когда вот этот угол? Dead zone, как на русском. Мертвая точка, мертвая зона, не знаю. Короче, именно, видимо, в этом углу был, что он просто смотрит в зеркало, и он машину не видит. Хотя, знаете, надо не только в зеркало смотреть, а надо и голову поворачивать. И просто перед нами прям это все происходит. Я первый раз просто вижу, что так близко перед нами авария. У меня прям сейчас адреналин. Ну, ничего сильного не было. Просто у этой машины, видела, у нее вмятина впереди. И резина сильно завоняла. Видимо, резиной дотронулись об друг друга или что-то такое, не знаю. Вот. Так что, блин, кстати, мы это сейчас на регистратор сняли. Я вам сейчас этот кадр вставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, месяц назад мы здесь гуляли. Это район. И здесь прямо наши квартиры. И месяц назад вообще здесь ничего не было. И вот как они уже построили таунхаусы. Вот. Это все таунхаусы. Здесь тоже начинают уже строить. Вот. И один такой таунхаус за 270-280-300 тысяч продается. Вот как они строятся. Я просто каждый раз удивляюсь, как они вообще их строят. Это не кирпич, ничего. Это просто деревяшка. И даже вот видно крыша. Крыша — это деревяшка. Они просто сверху еще будут класть кирпич для крыши. Это все дерево. Потом они так вот выглядят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу просто вам сказать, что позавчера было плюс 21 и сегодня 2. Разница. Вы чувствуете? Вы поняли разницу? 21 И потом 2. Да. У нас пипец какая хорошая погода нехорошая. Пятница. Я сейчас еду. Я сейчас еду. Так, у нас 12. Я еду смотреть один дом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что рядом, потому что все остальные дома, которые я смотрела, они всегда часы. Субтитры сделал DimaTorzok Я этот момент ненавижу. Каждый раз, когда в машину сажусь. До этого все эти дома всегда находились час езды от меня. То есть час туда, час обратно, тупо, чтобы посмотреться на дом. Поэтому я очень рада, что так близко. Я не думаю, что мы дом получим, потому что дом очень хороший. Он уже максимум нашего... Наши цены, чего мы хотим давать. И он только вчера вышел, а сегодня уже написали, что в субботу-воскресенье будет открытый дом. Поэтому будет навал людей, которые придут этот дом смотреть. И так как они сделали два дня открытый дом, я понимаю, они хотят как можно больше офферов получить. И больше офферов, значит, меньше шансов для нас. Ну, посмотрим, посмотрю. Кто-то, может, повезет. Я думаю, что мы его не получим, но я всегда думаю, надо попробовать, правильно? Кто знает, а может быть, реально вдруг повезет. И если не попробую, я не узнаю. Поэтому так как дом рядом, почему бы не съехать? Это мне не в труд. Быстренько сижу, посмотрю, сразу в магазинчик поеду дальше. Надо немножко еды закупиться и приеду домой, и все. Поэтому поехали. Вот тут дом. Стоит он 255 тысяч, они хотят. Я пришла, уже люди ходили, смотрели. Открытый дом будет в субботу-воскресенье, так что мы его 100% не получим. Так как он уже 255 стоит, максимум мы 5000 хотели добавить, но это будет мало, потому что 100% будет кто-то, кто больше добавит. Район крутой, дом крутой, но за эту цену он не настолько красивый внутри. То есть там где-то отходит краска, где-то что-то с потолком не так. Непонятно, это было из-за воды, что там как-то не так вода проходила или там где-то собиралась. Непонятно. И за эту цену, конечно, хотелось бы лучше дом. И просто думаешь, все зависит от района. Это просто город, находится в центре всего, поэтому так дорого. Но чуть-чуть подальше, где мы смотрим, куда я час еду, с нашего пункта. Дома можно купить за 260 практически новые, там 2010-2013 год. А это 98-го. Поэтому, конечно, очень большую роль играет район, город, эре, где он находится. И здесь, конечно, красиво очень. Все очень центрально, но спокойно. Ну что, посмотрела, увидела, что еду домой. Единственный плюс, что я не ехала час, чтобы на этот дом посмотреть и разочароваться. Хорошо, что я приехала, посмотрела близко. Я реально здесь заехала. Это здесь, возле нашего квартирного комплекса, буквально рядом. Я минут 10 ехала. Поеду домой. Тут стервятник на поле сидел. Интересно, что он делал у нас. Видите, летит. Он нас увидел, улетел. Что он там на поле сидел, делал? Ел. Смотрите, круги наворачивает. Он ждет, пока мы уйдем. Так, понаблюдаем. Он реально круги наворачивает. Там просто трава, я не вижу. Может быть, что-то маленькое валяется. Доброе утро, я только что встала. И я просто все никак не могу привыкнуть к моим бровям. Я в первый раз покрасила брови рефекта силом. Просто у нас проблема, не то что проблема в Америке, но в Америке эту краску нигде не достать, кроме как покупать на Амазоне. И она стоит гораздо дороже. Если тюбик краски рефекта сил в Германии стоит 5 баксов, то я за краску и за вот этот оксидант, или как это называется, вот этот трехпроцентный, что надо смешивать, заплатила где-то 25 баксов. 25. Вот так вот. Но я наконец-то заказала, и плюс еще проблема с цветами, ты не знаешь, какой цвет тебе выбрать. Я выбрала Licht Brown, 3.1, кажется, цвет называется. И я просто в восторге, как мою бровь выкрутить. Вот я просыпаюсь, у меня уже брови на мне. У нас, короче, вышел один дом. Локация просто офигительная. Но есть одна проблема. Этот дом вышел в пятницу. И я нашему риэлтору говорила, ну, давайте субботу. Он назначил встречу на субботу. Продавцы его, то есть встречу не приняли, отказали. Я думаю, ну ладно, может быть субботу люди дома, потому что в этом доме еще люди живут, да, и не все хотят прям быть дома, когда кто-то приходит. Или, может быть, с их планом это как-то не совпадает. Думаю, ну ладно. Назначил он встречу на воскресенье в 10 утра. Они опять отказали. Я такая, окей. И у меня сегодня понедельник должна была быть встреча в час. И они опять отказали. И у них уже есть несколько предложений на этот дом. Но я не собираюсь задавать предложение на этот дом, если я этот дом не видела. Но меня это просто злит, потому что в дом, в локате, где мы хотели бы, достаточно близко к локате, куда мы хотели бы оставаться близко. Что за дела? Этот дом, наверное, просто не сужденен быть нашим. Мы просто даже посмотреть его никак не можем. Вечно все эти отказы. На выходных они были против, потому что они на выходных не хотели показывать. Типа, надо привести дом в порядок. Хорошо, но зачем тогда дом выставлять в пятницу днём, а на выходных вы ещё не готовы показывать дом? Поэтому я не знаю, что сегодня делать. Буду на телефоне. Он сказал, может быть, что-то поменяется. Что может быть, что-то поменяется, не знаю. Пипец. Пипец. Мы уже с мужем смотрим вариант того, что если дом не найдём, просто перейдем в другую квартиру. Но перейдем в квартиру ближе к работе мужа, потому что это достаточно... Это не кажется далеко, муж каждый день едет, но если мы останемся в квартире, мы не хотим этой квартире оставаться, мы тогда всё-таки ближе переедем. Вот такой вариант, если мы дом не купим, то переедем в квартиру, только ближе. Я не думала, что так будет геморройно купиться дом. Я просто не представляла. Мне просто в голове не было, что это так может быть трудно. Даже уже вообще настроения нету, нету сил, ничего не хочется. Хочется вообще этот дом забыть нафиг. Просто в будущем купим новый построенный дом, и всё, проблем не будет. Это просто жесть. Ладно, так как я сегодня не еду смотреть в дом, я решила быстренько поехать в Трейдер Джоус. Трейдер Джоус? Трейдер Джоус? Не помню. Трейдер Джоу. Потому что там мужа любимый, глутен-фри, всякие разные панкейки, вафли, тёплые, мягкие. Поэтому я съезжу. Давно там не было. Куплю мужу пару чек вещей, потому что он долго меня... Он у меня уже неделями просит ехать, я всё никак не могу доехать. И в планах сегодня, раз я дома, я буду сейчас сегодня много учиться, и завтра хочу сходить по магазинам. Поэтому, раз я сегодня дома, хочу максимум, как можно больше поучить, чтобы завтра спокойной душой пойти по магазинам. И да, вот я не могу привыкнуть, брови не накрашены, я просто их рефектосилом покрасила, и всё, смотрите, как они сразу видят. Единственное, конечно, минус, что у меня спереди брови очень мало, и как бы там ты их не красила, они всё равно выглядят светлее, чем здесь. Потому что здесь больше бровей, но всё равно хоть как-то видно мои брови, можно подумать, что они накрашены, и можно даже просто вот так вот пойти натурально, ничего не делав со своим лицом, и такие вот брови. Но есть разница брови до этого и сейчас. Неужели в 26 лет, почти 27, у меня в пятницу день рождения, в 27 лет Вика наконец-то покрасила брови впервые, дошла. Была я сейчас Трейдер Джоус, и знаете, за кем я на кассе стоялась? Нашим старым риэлтором, от которого мы отказались, и мы попросили нового. Так было стрёмно, я надеюсь, он меня не увидел, вроде он меня не видел, и я типа сделала вид, что я что-то читаю. Просто мне так стыдно. Я всегда просто боюсь, что люди как-то это близко примут или обижутся, знаете, как бы, ну, нам дали этого риэлтора, и мы потом с ним искали дома, и потом мы просто от него отказались. И типа, может быть, он это воспринял как-то близко, но как бы ничего против него, но просто мы не были довольны сейчас счастливым его обслуживанием, его работой, скажем так. Поэтому мы решили от него отказаться и другого попробовать, но это не то, что прям он какой-то ужасный человек, но... У меня после этого такая боязность, что я не хочу людей обижать, и мне стрёмно, знаете, как бы... Сейчас я даю быстренько в ульто, и куплю себе карандаш для бровей.